Гитлер и Сталин сказали, что похожи друг на друга, как два тяжелых яловых сапога. И ты объяснил, чем они похожи. Ты считаешь, что Сталин помог Гитлеру прийти к власти, что он его взращивал и вооружал. Зачем он это делал? Ледокол революции. Ледокол. Так же, как... Сразу параллель. Я тебе объясняю параллель на товарища Ежова. Возвращаюсь к Ежову. Он поднимает Ежова из грязи в князи. И Ежова говорит, ну-ка, вот почисть мне Союз Советских Социалистических Республик. Ежов это дело разгребает, всю эту грязь. А товарищ Сталин говорит, да, поработал, ну и хватит с тебя. И Ежова по той же статье 58-й и к стеночке. И весь этот период называется не Сталинщина. Ежовщина. Ежовщина. Плохой человек Ежов. И только он Ежова убирает в конце 38-го года, и начинается 39-й год. И та же самая ситуация повторяется уже на европейском уровне. То есть, товарищ Гитлер, давай, 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 вот ты иди вперед. Вот мы тебе поможем. Ты круши Европы. Потом... Англию круши, да? Англию круши. Фраза. Да, да. Вот отвертка. И здесь вот прямо написано. Хром и ванадий. Вот читай. Хром и ванадий. Хром и ванадий. Вот без хром и ванадия нельзя сделать отвертку. У Гитлера нету хрома, нету ванадия. Нету нефти. У Советского Союза есть. У Советского Союза есть. Даже вот у Советского Союза нашелся, оказывается, для Гитлера каучук. Нет у нас каучука. А у товарища Сталина нашелся и очень дешево продавал товарищу Гитлеру. Он где-то там покупал в три дорого. Ты только вою, ты давай, ты освобождай Европу. И вот, смотри, ситуация. Весной 41-го года. Как просто. Как? Да вот я о чем и говорю. Под ногами лежала. Как просто. Лежала под ногами. Да. Согласен? Абсолютно. Это тебе британская разведка научила. Ну смотри. Смотри. Допустим, весна 41-го года. Ситуация сложилась совершенно удивительная. Гитлер сокрушил на континентальной Европе. Почти все государства. Осталась Испания, Португалия на периферии. Остальных он всех сокрушил. Ну вот еще Швеция нейтральна. Италия сателлит. Италия сателлит. Венгрия сателлит. Испания тоже. Испания тоже. Финляндия тоже. Финляндия тоже. То есть, он сокрушил. А остальные все. Он сокрушил все государства. Все партии. Все армии. Все профсоюзы. Он заглавил миллионы людей в концлагеря. Вся Европа ждет освобождения. И в это время ему остается одна заноза в сердце. Это вот Великобритания. И он сейчас должен развернуться против Великобритании. А Гитлер же, ему нужно контролировать всю Европу. У него же силы. Смотришь любой фильм про войну. Вот завод, а около завода два немчика ходят. Патрулируют. Но они же не 24 часа. Мост, а по мосту два немчика ходят. А вот попробуй по одной Варшаве вот просто. Где столько немчиков взять. Да, где столько немчиков взять. Так это же вся Европа. А уже Югославия, она же у него под задницей. Уже дымит. Партизаны. Партизаны. А она хуже Ирака любого. Это же, я вот вернулся там. Она специально для партизанской войны. Горы. Горы, вода, лес. Лес. Горы пологие. Это же не просто так. Это самое. Пожрать есть что тут. И море кругом. Морем можно куда-то уйти. Чудо. То есть. И вот Гитлер. Его войска на севере Норвегии. И на севере Африки. И ему сейчас Великобританию. А за Великобританию Америка стоит. И вот сейчас он двинется против Великобритании. И все лучшие генералы против Великобритании. И весь флот против Великобритании. А кто Югославов будет держать? И вся авиация туда же. И вся Европа ждет освобождения. И тут товарищ Сталин сидит. Вот и кто-то там вот сочиняет песню «Великий день настал». Кто-то уже вот разговорнички уже тут вот. Родину мать товарища Таидзе вот 15 марта отпечатали. Все понятно, Виктор. То есть получается, что Гитлер элементарно Сталина перехитрил? Даже не перехитрил. Даже не так. Переиграл. Нет, даже я не могу это выразить, но это вот как было. Вот он воюет, воюет, воюет. А потом глянул назад и ему делать нечего. Сталин загнал его в угол. Уже самоубийство. Я назвал нападение на Советский Союз самоубийство. Это было самоубийство. И Сталин не верил в гитлеровское нападение, потому что знал, что это самоубийство. А Гитлеру нечего делать. Виктор Суворов пишет. 3 июля 1941 года Сталин выступил по радио. Его речь записана, и мы можем ее прослушать. Зубы стучали у него об стакан. Испугался? Нет. Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои. Но это не страх. Я расскажу тебе вот почему. Вот открываешь ты Робинзон Крузе, читаешь Робинзон Крузе. Хороший человек, все. Идет Робинзон Крузе по острову. Идет, идет, идет. Вдруг чей-то след. Моя нога, не моя. Что это такое? Он в ужасе, в панике. То есть, неизвестность. Нас томит неизвестность. Вот он увидел. Потом он только посмотрел. А, да это людоеды. Ну, тогда успокоился. То есть, нас томит неизвестность. Вот пока неизвестность существует. Вот смотришь кино про акулу. Вот акула плавает. А потом появляется. Ну, резиновый. Ну, что там? Он щелкает зубами резиновыми. Не страшно, да? Вот неизвестность, она прошла. Гитлер напал, а со Сталиным что-то случилось. На время. На время. Ты пишешь, что Сталин играл с Рузвельтом и с Черчиллем как с мальчиками. На чем базируется это? Ну, на чем базируется? Ну, допустим, получает Советский Союз 400 тысяч. Самый лучший армейский автомобиль студий Беккер был. Студар. Он три оси, 10 колес на нем. То есть, первая оси два колеса, вторая ось четыре и третья четыре Студар. И додж был, три четверти. И джипы были. 51 тысяча джипов. Вот, допустим, Сталин говорит, вот герб у меня Советского Союза земля, а Советского Союза там нет. На гербе Советского Союза, вот ты любитель вот этих самых географических очертаний, на гербе Советского Союза, Советского Союза нет его. Ни цветом, ни границей, ни пунктиром он не обозначен. А поперёк серп и молот лежит. Вот моё кредо. Вот я вас, буржуины, я вас вот придушу. Мировая революция. Мировая революция. Всё тоже. Да даже не так. Вот если бы Адон Гитлер сделал бы вот землю и поперёк свастику положил, ну народ бы возмутился. А тут нет, вот лежит вот в Лондоне здесь у них Советское посоле, вот недалеко, вот здесь, вот здесь. И герб этот висит там поперёк земли серп и молот. В чём трагедия Сталина? Трагедия Сталина в том, что он проиграл войну. Мы не могли сосуществовать с нормальным миром. Не могли так же, как вот, допустим, Северная Корея и Южная. И они сосуществовать не могут, потому что там люди и тут люди. Это те же самые люди. Та же самая история. И одна сверхдержава, а другая, я видел снимок, можешь показать вот людям снимок, где-то найди, из космоса ночь. И вот вся планета светится, а там чёрная дыра. Жутко чёрная дыра. Вот это символ. Вот это вот прямо чёрная дыра. Вот особенно светятся по побережью, потому что народ там в Италии, в Испании. Вот это вот вся эта тусовка, вот ночью всё это светится и видно Москва, вот этот виден Нью-Йорк и всё. И там пам, чёрная. Империя зла, как сказал Рейган. Да, империя зла. В России сегодня не утихают дебаты по поводу памятника Сталину. Хотят поставить памятник Сталину. Чем объяснить высочайший рейтинг популярности Сталина в сегодняшней России? Тут много всего. С одной стороны, я сказал, что это всё-таки был дьявол. Что-то в нём магнитическая сила, отрицательная сила в нём была. Это несомненно. Как человек вёл себя с окружающими, как он магнитил их, это действительно так. Во-вторых, после того, вот представь себе, народ, у которого, я не говорю про Украину, я не знаю про Украину, но когда я смотрю на Россию, то мне кажется, что эта страна, мягко говоря, без будущего. По крайней мере, на этом этапе развития перспективы я не вижу. Я не вижу. Пока сосём нефть и газ, вот мы живём. А если кончится, а дальше что? Украина хоть на этой игле не сидит. Да. Хоть не сидит на этом. А Россия существует на этом. То есть, если у страны нет будущего светлого, и светлого настоящего всё-таки, то люди обращаются к светлому прошлому. А что им ещё остаётся? Светлое прошлое. И вот смотри, ну ведь несправедливость совершенно жуткая и чудовищная. Рубль в 1991 году был теоретически самой, ну теоретически потенциально самой мощной мировой валютой мира. Потому что американскому правительству не принадлежит ничто. У него есть всё принадлежит народу. Собираем налоги с народа и распределяем. Вот это социальные программы, миллиарды. Это армия прожорливая, миллиарды. Это бюрократия, миллиарды. Вот всё. А советскому правительству в тот момент принадлежало всё. Транссибирская магистраль, там какие-то вот. Было же так просто. Я говорю, если бы с умом. Вот товарищи, граждане, паны, братцы там или как вас. Вот допустим, сколько в России людей, 150 миллионов человек. Выпускаем 200 миллионов акций Транссибирской магистрали. И на всех. И на всех. Каждому. Маленький, большой и так далее. Это самая длинная магистраль мира. Это самая современная, она электрическая вся. И это самое важное. Из Китая, Японии, Гонконга и туда в Европу. Ну, не вокруг Африки возить, а вот это. Это же какие доходы. Всем раздали. Ну, мы печатаем не 150, а 200. А квота, то есть четверть, мы отдаём правительству. И правительство говорит, проклятые японцы, мы вас ненавидим. Ну, вот если хотите, приезжайте сюда. Покупайте за ваши эти нехорошие яны. Покупайте наши рублики. И вот эти вот. То есть, сразу бы. Представляешь, уровень рубля бы, как пошёл бы. Дальше говорим, вот алюминиевые комбинаты. Сколько нас? 150 миллионов. Сколько выпускаем? 200 миллионов акций. Вот это тебе. Хочешь пропить? Пропивай. И за сына своего, и за второго пропивай за всех. Вот. Это твоё дело. Но законность соблюдена. Ты получил своё всё. Кто-то будет богатым, кто-то будет бедным. Я понимаю. Но это была бы справедливость. После этого ракетные заводы. После этого самые мощные электростанции мира. После этого урановые рудники. Золото, газ, нефть. И вот представь. Вот ты какой-нибудь человек, ты получаешь акции такие, 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 такие. По одной. А государство четверть от того, от того. И на свободную продажу. Только за рубли. Вот вы приезжайте, привозите. Что было бы с рублём, если бы вот это всё. И что было бы с людьми. Что было бы вот туполевские заводы. Вот твоя это. А потом, когда вот эту стратегическую, допустим, промышленность вот так двинули народу. Это одно. Потом смотрим на каком-то уровне областном. Вот эти вот. Тут вот в области у нас столько-то. Вот здесь наши кинотеатры вот это раздали. Вот. На районном уровне. И так далее. И так далее. Ты утверждаешь, что Жуков был бездарным полководцем. А войну Советский Союз выиграл благодаря Сталину, Василевскому и ряду других военачальников. Да. Ты пишешь, это цитата, маршал Жуков – кровавый палач. Да. Чем объяснить культ маршала Жукова в России? Курт маршала Жукова был вызван тем, что Россия не может жить без пульта. А все наши начальники всегда, все вот эти вожди, они все рухнули, все мифы. Все. Миф Дзержинского, ГУЛАГ, как почитаешь, сразу уже как-то… Не по себе. Не по себе. Но верховный главнокомандующий Сталин, а он уже рухнул. И остается только зам верховного главнокомандующего. Вот я привожу сейчас такой пример. Допустим, Жуков не просто там кровавый палач. Не будем об этом. Но миллионы клал не задумываясь. Не задумываясь. То есть, в реках крови он брода не искал. Не задумываясь. Сколько он положил на Зиеловских высотах, когда штурмовал Берлин? Это правда, что полмиллиона ребят ради того, чтобы взять Берлин к 1 мая? То, что я приводил в своих книгах, не про Зиеловские высоты, там много, я не знаю сколько. Ну, не буду, не считал я. Но то, что есть документы, и я эти документы открытые просто приводил, когда уже Зиеловские высоты прошли, выходят они к Берлину. Вот и тут начинается гонка Жуков-Конев. И Жуков, кто вперед? Вот Жуков-Конев. И вот на этом уровне Жуков-Конев я привожу цитаты Жукова, телеграммы, когда докладывают снизу, что жгут танки. Он двинул 1-я гвардейская танковая армия и 2-я гвардейская танковая армия. Людей не считали, а вот 1-я гвардейская танковая армия и 2-я гвардейская армия сгорели в Берлине, 2 танковых армии сгорели в Берлине от фауз-патронов. Потому что пускать танк, это выпускнику Киевского высшего общего войска командного, не надо этого учить. Танк в городе уязвим. Танк это не орудие, а стрелялка. Немецкие мальчишки фауз-патроны? Да, да, фауз-патронами жили, 2 танковых армии. Я говорю о Жукове как о нечестном человеке. Допустим, в мемуарах он пишет, вот пример простой, что вот Сталин неправильно определил, что главный удар будет наноситься через Украину, а он через Белоруссию был главным ударом. Сейчас опубликованы материалы, это сборник 41-й год, и Жуков пишет Сталину, что главный удар будет через Украину и настаивает на этом. Сталин, как человек гражданский, поверил Жукову. А теперь Жуков его в этом деле увлечает, увложил, да. И еще, вот Жуков пишет в мемуарах, вот какой глупый Сталин, он-то думал, что Гитлер должен развязаться с Британией на одном фронте, после того воевать на втором. Вот Сталин-то, а это Гитлер-то не так действовал. И опять же, рапорт Жукова Сталину, что вот, не знаю, как ты думаешь, но Гитлер, пока он не развяжется, он не нападет. Сколько людей всего погибло советских людей во время Второй мировой войны? Вот не знаю. Вот это для меня загадка колоссальная, но великий русский ученый Менделеев считал, что в 1980 году население Российской империи, как он считал, будет 360 миллионов человек. Вот он считал так. А было 250? Меньше. Меньше, да. То есть, в 60-м году, а в 60-м где-то в районе 200-200, 209, вот так вот. Потом мусульмане там нарастили. Век истребления своими же своих. Своими же своих, и я говорил об этом, что на момент революции каждый седьмой житель планеты жил в Российской империи, сейчас каждый семь четвертых.